Лютики-цветочки у меня в садочке. Красота какая! Коровушек только на этой лужайке не хватает. Какая-то звезда выложена из гальки. У нас накладочка вышла. Хотели гостей выгулить в Костео Каламарес. А они неправильно поняли и в какое-то другое мы Костео приехали. Сейчас посмотрим, что такое. Это находится в Михосе. Не готова совершенно. Никакой информации не имею, что это за крепость. Сначала наснимаю видосиков, потом погуглю. Ну, крепость как крепость. Повторю, вообще никакой информации не располагаю о том, где сейчас находимся. Вот только про туалеты могу сказать, что написано, что платные. Один евро. Такое, кстати, очень редко можно в Испании встретить. Написано, что туалеты моются. Так они везде моются. Они везде чистые. Но один евро. Вот только в Михосе, да. Только в Михосе это встречала. И в Михос Коста, и в Михос Пуэбло. Ну, какое Пуэбло, да, денежки за туалеты хотят. Это мы в Сочи привыкли за это платить. А здесь в Испании-то как-то расслабились. Крепость на вид не очень большая. Но понятно, что находится на возвышении, чтобы обзор был хороший. С одной стороны выходит на море. С трех других сторон на ближайшие окрестности. У отельчиков в этой зоне, видимо, невидимо. Пасео да Гуардиа, Соли да Норте. Продублировано на английском. Вот сюда мы сейчас и пойдем. Часы работы. А куда идем, так и не знаю. Куда идем, зачем идем. Дескубрила история Дэнфон Хирола Атравэз де Реалидад Аументада. Вот какая форечка интересная, кого закопали. Ла Бандера де Испания. Ну и как практически во всех крепостях на побережье, то мусульманам принадлежали, то католикам. Написано, что старинный вход мусульманский под номером 3. Пока на входе и выходе мало народу поснимаю. Но мы еще не уходим. Взяли путеводитель. Аудиогидов здесь нет, но по QR-коду можно получить информацию по каждому объекту. Каждый объект пронумерован. И рядом с номером QR-код. Вот здесь находится сервисио службы для консультации. А, вот, вот-вот-вот надо снять, где мы находимся-то. Кастио. Кастио Суаиль. Кастио Суаиль. Айнтумиенту де Фон Хирола. Ну ладно, хоть буду знать, где гуляем. Вот про что я вам говорила. Значит, каждый объект пронумерован, который представляет интерес. А вот где QR-код, непонятненько. Видимо, здесь проводятся какие-то мероприятия. Потому что кресла раскладные имеются. Как я бы сказала, очень даже много. Слушайте, но эти частично уже без упаковки, а часть еще в упаковке. Может, какие-нибудь концерты проводят. Ну, так, в принципе, крепость, как крепость, неплохо сохранилась. Каждый раз, когда хожу вот по такому покрытию, вспоминаю, что для посещения таких мест надо иметь обувь с достаточно толстой подошвой. Я сегодня в таких кроссовочках. Ну, в принципе, неплохо подходит для визита. Итак, идем вверх. Ступени, как всегда, узкие, крутые. Ну, здесь сейчас перила понаделаны. Раньше-то точно их не было. Три пушки установлены. Вот такой обзор на море. Ох, все видно. Высоко стою. Далеко гляжу. Корабли иноземные, как увижу. О кораблях иноземных, как увижу их. Выстрелом из пушки предупрежу. Красотень. Слушайте, ну здесь пушки чистенькие. А вот когда мы по крепости в Аликанте гуляли, ой, там чайками обгажено все. Видимо, там чаек лучше кормят, чем здесь. Рыжи. 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 желает вид сверху небольшая крепость небольшая но повторю достаточно хорошем состоянии сохранилась сейчас туда наверх пойдем как наверх собственно здесь сколько ступенек 10 повыше будет по набежал только что здесь фотографировались вообще никого не было так и сейчас по тем ступенечками вверх поднялся и собственно все больше смотреть здесь нечего потом поедем в михас пэбло смотреть такси бурро там еще есть музей миниатюр меня на канале видео с этим есть так что в этот раз наверно не буду снимать каждый раз зарекаюсь снимать не буду снимать не буду и каждый раз включаю камеру снимаю решили по этим ступеням не подниматься потому что там вид будет на город а не на море на выход идем